всем привет с вами снова hockey stick давайте поговорим о катании давно мы эту тему не затрагивали сегодня я отвечу на очень популярный вопрос о рабочей и нерабочей стороне почему одной ногой тормозить удобнее чем другой почему вираж по часовой стрелке удобнее делать чем против часовой а может быть наоборот и о перебежке приятного тебе просмотра поехали давайте разберем на моем примере торможение мне намного удобнее выполнять его правой ногой нежели левой или например вираж если я выполняю вираж против часовой стрелки он не дается намного проще чем вираж по часовой стрелке тоже самое с перебежкой против часовой стрелки когда опорная нога у меня левая дается мне легче чем перебежка по часовой стрелке когда опорная нога право в общем рабочие и нерабочие либо удобная и неудобная сторона есть у каждого из нас без исключения неважно играешь ты на самом начальном уровне и делаешь только первый шаг либо ты звезда кхл или мхл самое страшное что это ощущение у тебя не уйдет не через 5 10 15 20 или 40 лет занятием хоккеем у тебя как было удобная и неудобная страна так и останется все что тебе надо сделать это научиться технически правильно выполнять элемент твою неудобную сторону да это сложно да это тяжело но надо усердно работать обязательно напиши в комментариях что неудобно для тебя и возможно я сниму дополнительное видео на эту тему вот тебе три совета как научиться выполнять элемент в неудобную для тебя сторону итак совет 1 это уменьшить скорость выполнения упражнения на примере перебежки я двигаюсь против самой стрелки и на опорной ноге на левом коньке на внешнем ее ребре не прокатиться достаточно комфортно поэтому мне в целом удобно выполнять перебежку против часовой стрелки я могу это делать и быстрее но если тебе как и мне сложнее дается по часовой стрелке и ты набрал сверхзвуковую скорость то это у тебя скорее всего выглядит вот так очень важно почувствовать прокат и прочувствовать каждое движение каждую составляющую выполнения перебежки поэтому не гони за скоростью за какими-то секундами а просто делай скорость прокатись делай шаг почувствуй этот прокат этот совет он универсальный не только про перебежку это и вираж и торможение и кораблики и все 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 элементы катания так что не гони совет номер два использую подготовительные упражнения ни в коем случае их не игнорируй своих видео я всегда выкладываю по 23 иногда и 4 подготовительных упражнениях то есть раскладываю каждый элемент на мелкие вот составляющие и как бы тебе не казался простым элемент например торможение но он включает как минимум три подготовительных упражнений поэтому уделяет ему время ты можешь это делать в начале каждой тренировки это займет у тебя минут пять но если ты попробуешь перепрыгнуть эти три ступеньки скорее всего учиться выполнить все тоже торможение займет у тебя достаточно много времени ну и третий совет больше выполнять повторений в нерабочую сторону на примере виража передо мной четыре конуса мне надо выполнить это упражнение три раза я два раза проедут по часовой стрелке куда мне неудобно и только один раз против часовой стрелки куда мне выполнять вираж достаточно комфортно тем самым я буду усерднее прокачивать свою неудобную нерабочую сторону помни об этом во время тренировки а скоро зима закончится наверно пора снимать видео про дриблинг если об этом обязательно в комментариях а на это видео подошло к концу я надеюсь она тебе понравился был очень для себя полезным спасибо ледового арене купчина за предоставленную возможность для проведения съемок обязательно присоединяйся ко мне вконтакте и инстаграме торья надо тоже буду выкладывать короткие обучающие видео всем хоккей до новых встреч